Здравствуйте, дорогие друзья! Это будет краткий обзор недели с 24 по 30 апреля. Последняя неделя апреля. И мы будем с вами смотреть, как обычно, деловую, рабочую сферу и сферу личных взаимоотношений, которые там может быть и романтика, и любовь, и семейные какие-то отношения, и вообще просто межличностные отношения с кем-то. И будем мы это делать на Тару Вечности фараона Рамзеса. Начинаем традиционно с овнов, конечно же. Что неделя может принести, какие возможности будут, чем вы будете заниматься, или с какими сложностями придется столкнуться. Ну и как бы совет будет карт, конечно, как со всем справиться. Овны. Неделя с 24 по 30. В работе, делах, учебе. Шестерка Пентаклей. Замечательная карта, которая, в общем... Но учеба вообще хорошая карта, потому что и есть карта учебы, карта получения знаний, применения их на практике. Здесь есть какой-то рабочий процесс. И еще на работе, возможно, какие-нибудь соблазны. Может быть, чтобы что-то сделать, надо как бы осмелиться и рискнуть что-то сделать. Потому что здесь вот у нас отливают золотые слитки. Молодой человек, который как... ну, смотрит за процессом, наблюдает. То ли он хочет рискнуть один из слиточков при кармане, то ли что-то в этом духе. Ну, не забываем, что шестерка Пентаклей. Также карта разных взаиморасчетов, поддержки. Но, в принципе, на работу, мне кажется, это очень даже неплохая неделя. Для тех, кто ищет работу также, можно попытаться, и даже нужно пытаться, и рискнуть, подать куда-то свое резюме, пойти на собеседование, показать себя с лучшей стороны. Почему бы не рискнуть? Может быть, вы как раз сможете получить эту работу. Так, личная жизнь, любовь, отношения, отношения с близкими людьми на этой неделе. Литуз Кубков. Карта радости, счастья, наполненности каких-то замечательных новостей, очень хороших впечатлений. Карта, безусловно, новых знакомств, чувств, которые нас захлестывают и охватывают. То есть, что будет для кого, какое-то событие будет у всех по-разному, но то, что это что-то, что нас радует и доставляет нам огромное удовольствие, это уж точно. Совет карт Овна. Что вам посоветуют? Ага, звезда перевернутая. Не питать каких-то, скажем так, пустых, ложных надежд. Вот интересно. Ну и, конечно же, не быть высокомерными. Самооценку свою не надо принижать. То есть, как вот крайности вот эти, высокомерие, да, либо такое прям аж, ну, звездная болезнь, чтобы вас не охватила. Либо, наоборот, настолько низкая самооценка, что вообще себя ни во что не ставлю, ни во что не верю, и неужели это для меня, неужели это мне. То есть, вот эта возможность, все тузы, они шансы. И возможность начать новые отношения, какое-то вдохновение вас может посетить. И, главное, этот момент не упустить, я бы сказала. Ну и пустых, ложных надежд питать тоже не надо. Для тельцов. Неделя с 24 по 30 апреля. Работа, дела, любовь, отношения. И совет-карт. Вот в работе, делах у вас как раз карта неплохая, карта помощи, карта каких-то приглашений, новых клиентов, возможно. Таких вот поездок, которые вам по душе, скажем так, могут быть. Хоть это связано с работой, но в любом случае это все равно вам понравится. Общение с очень приятным человеком. И очень хорошее отношение к вам. Тоже какая-то приятная и интересная неделя. Какие-то впечатления у вас могут быть. Либо от ситуации, либо от человека, безусловно. В личной жизни девятка жезлов. Ну здесь эта карта, видите, как поиска чего-то где-то вдали, анализа. Вот как, что мы можем сделать. То есть, люди семейные, может быть, вы какие-то планы строите на этой неделе. Причем они не факт, что имеют отношение к этой неделе. Вы думаете, как бы нам это сделать. И вот вы там что-то обдумываете, что-то смотрите, читаете, узнаете, советуетесь. В общем, пока еще только работаете над этим. Люди свободные, конечно же, в поиске находятся, рассматривают какие-то варианты, присматриваются к кому-то. Пытаются понять, есть ли смысл с этим человеком, если вы только лишь познакомились, есть ли смысл с этим человеком общаться. Ну, в традиционном, конечно, второй девяткой жезлов означает своего рода, как бы, отгороженность, изоляцию какую-то. Но, мне кажется, даже находясь, например, не рядом с этим человеком, вы все равно, как бы, то ли изыскиваете пути, когда бы нам встретиться и как бы нам встретиться. То ли вообще просто все-таки ощущение, что какие-то возможности для своей пары вы смотрите на них и изыскиваете. Повешенный всегда нас, конечно, заставляет, просит, что ли, как бы так выразиться, немножко пожертвовать своим временем, своими какими-то желаниями, своими, возможно, удовольствиями ради какого-то процесса, ради какого-то блага, ради какого-то человека, безусловно. Стараться. И эти старания, вот в совете карт, они иногда нам нелегко это делать. И если мы это, ну, то есть мы можем это делать, как бедные, а несчастные, таская тут, как раб на галерах, видите. Но не обязательно, если мы так подходим к этому, то тогда, конечно, нам будет тяжело. А если мы понимаем, что вот в какой-то момент времени нам надо это сделать, нам надо вот так вот постараться, нам надо чего-то себя лишить ради того, чтобы у нас все было благополучно. То есть вот я считаю, что вас просят как-то углубиться в какую-то тему, постараться и пожертвовать больше даже своим временем и силами, дорогие тельцы, для того, чтобы у вас все-все-все получилось на этой неделе. Близнецы на неделе с 24 по 30 апреля. Близнецы с 24 по 30 апреля. В работе, делах, в бизнесе и учебе. Страшный суд. Так, в любви личной жизни. Семерка Пентакли перевернутая. Совет близнецам. Страшный суд, но он здесь прямой. То есть могут как? Вызвать к начальству, да? Могут быть какие-то перемены на работе. Вас могут разные обстоятельства, люди как бы вынуждать изменить свое отношение к чему-то. Пересмотреть какие-то профессиональные задачи на этой неделе. Вообще карта обычно, но особенно прямая, все-таки облегчение, избавление от какой-то ситуации, избавление от каких-то сложностей даже. Но страшный суд, как, допустим, условно, расплата за какие-то прежние поступки, конечно, для людей, кто что-то там совсем нехорошее делал, то могут и уволить, безусловно, по страшному суду. Но смотрите, что происходит. Если у вас очень хорошая неделя, то как раз это вам награда за ваши старания. Это как раз вам возвращается то добро, те старания, то терпение. И вас могут куда-то позвать, пригласить, отправить в хорошую командировку, повысить. То есть могут быть разные вот такие события, которые как бы открывают перед вами новые двери. Вот в любви и отношениях здесь немножко не совсем положительная карта, потому что она может говорить о проблемах во взаимоотношениях с кем-то из близких. Даже о зависти в отношениях, ну, как бы я не говорю, что обязательно о партнерских отношениях. Может быть, с кем-то из родственников или подруг. А также может быть такая вот как псевдо-щедрость, хочу заметить. Но она не от души, не от всего сердца. То есть типа кто-то якобы такой добренький, щедренький по отношению к нам, но что-то здесь вот не то. Так что вы, конечно, будьте внимательны. У вас может по каким-то причинам, из-за каких-то событий в личной жизни, немножко самооценка снизится на этой неделе. Но по совету карт «Рыцарь мечей» вы должны быть смелыми, вы должны думать головой. И, кстати, да, если вам что-то кто-то тут сладко, мягко стелит, как говорится, или подлизывается условно, не знаю, как это выразиться, но так и есть. Вот если кто-то вдруг стал таким щедрым ни с того ни с сего, вдруг стал подлизываться, такой вот добрый человек, если это не свойственно особенно, пожалуйста, думайте головой, из-за чего человек может так себя вести, какие могут быть побудительные мотивы у этого человека. И будьте смелее, если вы видите, что тут что-то не так. Будьте... не бойтесь высказать своё мнение. И обязательно трезво и здраво мыслите. «Рыцарь мечей» — это очень умный и своего рода как-то, ну, наверное, жестокий персонаж, который очень жёсткий. Да, и если видит, что тут дело не чисто, неладно, то не стесняется и не боится проявлять себя. В этих изменениях, переменах, в этих ситуациях на работе вам тоже надо шустрить, думать головой, моментально соображать, быть очень хваткими. Вот логика, разум — это ваший, как бы, это ключик к успеху. Умение вербально себя, ну, как бы, проявить, умение правильно сказать и вовремя быстро, грамотно, ну, сделать что-то. Совет, может быть, какую-то поездку кому-то советуют, причём, ну, типа, как, поторопиться надо. Вы же лучше знаете, какая у вас жизнь и что вам могут посоветовать по этому рыцарю мечей. Ну, вы видели картинку. Я вам желаю удачи, близнецы. Люди, знака Рак. Раки на неделе с 24 по 30 апреля. Раки в работе, делах, учёбе, отшельник, в личной жизни, любви и отношениях, троечка жезлов, и совет вам, четвёрка Пентакли. Ну, вот у Раков на работе и в учёбе. Ну, на учёбу эта карта вполне естественная и гармоничная, потому что когда мы погружаемся в какой-то учебный процесс очень глубоко, уходим в эти книги, обложились всякими литературой, всё что-то читаем, что-то ищем, узнаём, познаём, то отшельник, он понятен. То есть это такое глубокое изучение, и отойдите все, не трогайте меня, подождите, не отвлекайте. То есть понятно. Может быть, конечно, рабочий процесс на этой неделе вот такой, как отшельник. То есть отошёл от разного вот этого шума, гомона, мне нужен покой, мне нужна тишина, мне надо уединиться, потому что у меня тут серьёзная работа, мне надо её сделать. И я не могу отвлекаться, потому что отшельник, он именно, он стремится к этому уединению. Кто-то, может быть, не на работе, понятное дело, по отшельнику, тогда ничего такого, понятно, что вы, значит, другими делами занимаетесь. Отшельник – это уход. Может кто-то уйти на работе, с работы я имею в виду на этой неделе. Кто-то может от чего-то отказаться, или вы можете от чего-то отказаться, потому что отшельник часто отказывается. От каких-то, ну, вещей, от каких-то ситуаций, от каких-то предложений. Для поиска работы, конечно, карта не самая лучшая по отшельнику, вам могут отказать. Даже если вы, в принципе, достойный сотрудник, и у вас неплохой опыт работы, ну, вот отказ, видите, как-то, потому что отшельник, всё-таки отшельник. Но в личной жизни троечка жезлов. Карта замечательная, карта на, ну, вот кто в отношениях, тройка жезлов вы будете очень плодотворно на этой неделе сотрудничать с кем-то совместно, можете чем-то заниматься. И, скорее всего, результаты этого будут замечательные, всё удачно. Провернёте, что вы там будете делать. Вот здесь они конкретно вскапывают поле, засевают. То есть такая вот идёт плодотворная работа, подготовка, вот именно начальный этап вот этой, какого-то дела. Но люди, у них цель одна. То есть вот они в этом процессе, у них одна цель, они не конфликтуют, они слаженно, дружненько вместе это делают. Настроение будет хорошее у раков на этой неделе по тройке жезлов, потому что карта такого подъёма, какого-то оптимизма, каких-то, видите, как я жду, потому что когда они засевают это поле, они же не ждут, что у них тут всё высохнет и не будет урожая. Нет, конечно же. То есть именно ожидание этих каких-то результатов будет у вас на этой неделе. Ну, неделя, в общем-то, выглядит для меня хорошей. Четвёрка Пентакли. Вот что здесь советуют нашим ракам? Четвёрка Пентакли. Во-первых, надо быть очень такими приземлёнными, хозяйственными, беречь и грамотно распределять свои ресурсы. Ресурсы – это имеется в виду и деньги, и что-то такое материальное, и вещи, бережно к ним относиться. И вот этот отказ, вот если вы работаете, если вам что-то предлагают, и у вас такое настроение, я не хочу вот почему-то там в чём-то участвовать, вы подумайте, по четвёрке Пентакли всё-таки подумайте, может быть, есть смысл согласиться, если там есть какое-то здравое зерно, если там нормально платят, в общем-то, неплохие условия, потому что энергия отшельника, не хочу ни то, ни это, а совет-то, видите, как на материальный, очень даже ориентироваться на вот это сохранение, сохранение, то есть такая бережливость у людей, они здесь запасы свои просушивают, что-то там штопают, пересыпают, то есть они берегут это, и вам надо быть вот такими материально ориентированными, аккуратненькими на этой неделе, спокойными, спокойными, внимательными, и вот думать о своём, то, что ваше, беречь это, ваше пространство, ваше здоровье, ваши ресурсы. Вот такая вот карта, вот такие советы. Ну, у раков неделя благоприятная. Я вам желаю удачи. Львы. Посмотрим, что ждёт львов на неделе с 24 по 30, какие могут быть события, ситуации. Так, львы с 24 по 30, это дела, работа, учёба, бизнес, разные другие важные дела для вас, королева Жезлов. Любовь, отношения, романтические, семейные. Ой, какой замечательный. Паш, Паш Кубков. Совет львам нашим, совет львам, а вот видите как, только думала, можно ли вам расслабиться, а тут, нате вам совет, некогда расслабляться. Королева Жезлов на работе. Ну, во-первых, по Королеве Жезлов, покуда это огненная стихия, и вы у нас огненные, я думаю, что, и очень надеюсь, что в первую очередь, это вы будете такими. Королева Жезлов всегда очень предприимчива, прекрасно организует любой процесс людей, очень хорошо видит, что выгодно, что неинтересно, и исходя из этого грамотно действует. Такая вот активная, хозяйственная, энергичная дама, ну, хоть вы и мужчина, лев даже, потому что мы же общий расклад делаем, мы же не можем тут для мужчин, тут для женщин, тут. Здесь просто энергия. Активная, прекрасного организатора, инициативная, творческий человек, человек, у которого всегда есть какие-то идеи, человек знает, что хочет, и знает, как этого добиться. Но, конечно же, для некоторых из вас это может быть вот такая вот, назовем так, хозяйка, командирша, начальница, или коллега, которая шустрит на этой неделе, и вы с ней будете взаимодействовать, но она вышла в прямом положении. Как правило, если, например, на начальство выходит такая карта, и прямая, то есть, конечно, у них есть свои интересы, но если вы, скажем так, работаете, и их интересы соблюдены, и вы им приносите пользу, прибыль, они могут быть такими душками, что даже переживать не надо. Они будут вам всячески содействовать, помогать, поддерживать, не только командовать и указывать, что делать, а действительно могут оказать поддержку, потому что это им на руку как бы. Тут вот не расчетливость такая, а вот именно умение извлекать пользу из разных ситуаций. Творческим людям замечательная карта, эзотерикам тоже прекрасная карта. В общем, здесь на этой неделе очень многое зависит от вашей активности и энергичности, и вам такой совет дали, что некогда сидеть, надо действовать, потому что, видимо, какие-то вещи не терпят отлагательств на этой неделе. В любви и отношениях, паш, кубков, здесь, конечно же, для людей семейных могут быть какие-то очень хорошие новости. Вероятно, они связаны с ребеночком или вообще от кого-то из родственников, но они очень такого, ну не знаю, душевного характера, приятного, радующие новости, я бы сказала так. Для свободных людей, конечно же, это влюбленность, это какие-то эмоции, новое знакомство, комплименты, хорошие новости, любовные послания. в общем, здесь как бы прекрасная неделя, встречи какие-то, впечатления, такую вот радость, вдохновение, немножечко где-то наивность, но в то же время такой вот подъем, эмоциональный подъем на этой неделе у львов. Совет вам, рыцарь мечей. Ну, в плане работы я сказала, да, что советуют шустрить, советуют энергичнее двигаться вперед, общаться, хватать все возможности. Если есть какие-то препятствия, не бояться их отсекать, рассекать, чтобы вас не отвлекали, чтобы не мешали. Агрессии проявлять не обязательно, агрессию проявлять, но, так вот, хваткость ума должна быть. Логика, рационализм, шустрость необходимы в личной жизни, но если к личной жизни этот совет, просто понимаете, у вас может быть такое вот ощущение какого-то, как вам сказать, молодости, радости, подъема, наивности, может быть такая детская, вы уж как-то голову совсем-то не забывайте, что во всем надо все-таки пытаться увидеть рациональное здравое зерно. Так бы я сказала. А теперь мы посмотрим прогноз на неделю для ДЕВ. На неделю с 24 по 30 апреля. Что у ДЕВ, какие возможности на этой неделе открываются. Так, в работе, делах, учебе, бизнесе, так, нет, мне надо еще помешать, извините, что-то картонное такое ощущение, подождите. ДЕВ, ДЕВ, ДЕВ. С 24 по 30 апреля. Работа, дела. Туз Жезлов. Туз Жезлов всегда означает какой-то подъем, вдохновение, новое начало, возможность этого нового начала. В существующем даже рабочем процессе, какой-то как ну такой вот старт, период активности, повышение активности, новые задачи, новые идеи, ну и открытие в буквальном смысле, новое начало. Для ищущих работу надо прям на этой неделе идти, искать, пробовать, контактировать, в общем, прям проявлять максимальную активность. Потому что вот эта возможность нового начала, она для вас открыта. Ну и на текущей работе, конечно же, тоже надо, потому что неделя будет энергичная. Неделя будет такая вот и с возможностями, и с желанием, и с вдохновением. Почему бы не воспользоваться тогда? Личная жизнь, любовь, семейные взаимоотношения, тройка Жезлов. Тройка Жезлов карта тоже. В общем, у дев на этой неделе какое-то вдохновение, подъем вообще, я бы сказала, такой энергетический ухнем. Вот так вот дева у вас на этой неделе, потому что тройка Жезлов тоже карта, видите, как плодотворного сотрудничества, стараний, совместных усилий на достижение каких-то благ ради чего-то, ради чего-то хорошего. То есть, я так думаю, какой-то подъем, именно такой вот душевный, духовный подъем, да, настроение такое вот, хочется что-то, будет хотеться что-то делать, начинать, двигать, типа, хватит уже сидеть, вот такой, в общем, рывок будет захотеться сделать. Будут совместные дела, могут быть, потому что люди настроены на сотрудничество с вами, хочу заметить, это ваши близкие, друзья, партнер, например, ваш, то есть, люди настроены на то, чтобы взаимодействовать, вместе что-то делать, а давай, 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 и только, единственное, я же не смотрю ваше состояние, но мне кажется, что это вы будете, если вы откликнетесь, то у вас может как раз вот такая вот возможность развития и возможность такого хорошего задела на будущее, то, что вы можете сделать на этой неделе. Совет, где вам на этой неделе? Пятерка Пентаклий. Совет, конечно, интересный. Ну, хочу заметить, что при всем таком подъеме с этим советом, наверное, карты хотят сказать, что надо соизмерять, я просто смотрю, еще одно колодок, надо соизмерять свои желания с возможностями. Не в том смысле, что ты там захотел или захотела, куда ты там полез, хвост прижми. Не поэтому. Просто, когда у нас такое вот желание, да, мы горим какими-то идеями, мы ручки потираем, сейчас мы тут, ух как, будет очень обидно, если вы начнете вот что-то делать и не рассчитали, не просчитали грамотно, не совсем поняли, что в какой момент должно делаться, сколько вложений это потребует, будет просто вам самим обидно. Поэтому соизмеряйте желания с возможностями. Это очень хорошая вещь. Может быть еще, не знаю, для кого-то может хотят сказать, что кто-то не обязательно болеет, для кого-то могу сказать, кто-то болеет, кто-то может быть страдает, кто-то может быть как, типа как обездолен, в общем не знаю, как-то человек мучается и вы могли бы этому человеку помочь со всеми-то этими жезлами, со всеми вашими возможностями. Именно поддержать, я бы сказала так, больше как поддержать теплом, подарить тепло этому человеку. Может быть, кому-то так хотят сказать. Но самое главное соизмерять возможности с желаниями, чтобы вы остались довольны результатами на этой неделе, дорогие девы. Так, для людей знака весы, неделя с 24 по 30 апреля. Весы, 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 работа, личная жизнь, что для весов, весы. Работа, дела, учеба, бизнес. Отшельник, у кого-то был отшельник, уже забыла. Но учеба, карта неплохая, просто очень углубленная. Такая, человеку необходимо для, может быть, и вам по работе будет на этой неделе необходимо уединение, потому что всевозможный шум, всевозможный стресс, какие-то дергания вас, они будут вам, ну как бы, не позволять работать. Отшельник, он любит уединение. Ему необходимо сконцентрироваться. Для него это очень важно, потому что все, что вокруг шумит, скачет, звонит, оно его отвлекает, как бы. Ну, по отшельнику, конечно, возможно, какие-то отказы, какие-то уходы, потому что расклад общего характера. То есть, вы можете, кто-то из весов может уйти на этой неделе с работы, кто-то с вашей, ну как бы, из коллег может, допустим, уволиться, да, или просто уехать в командировку. Может быть, этот человек, с кем вы вплотную взаимодействуете, но на этой неделе его не будет на работе. Вас может не быть на работе, потому что по отшельнику, может быть, вы просто не на работе. На поиск, конечно, работы, это не значит, что надо перестать искать, но учитывать, что вероятность отказов, конечно, высока. Любовь, личная жизнь, отношения, ну, романтические и с близкими людьми. Маг. Маг не про чувства, маг про активность, умение взаимодействовать с людьми, контактировать, общаться. Маг очень любит быть, любит свою независимость, очень самостоятельный человек. То есть, это можете быть вы, это может быть человек, с которым вы на этой неделе взаимодействуете. Но я хочу сказать, что, покуда он прямой, если это какой-то человек, с кем вы будете какие-то дела иметь на этой неделе, в личном плане имеется в виду друг, родственник, ваш партнер, он может быть немножко, как вам сказать, ну, такой человек, он выкручивает ситуацию в свою сторону. Вот, хоть ты что с ним делай, понимаете, вот, это не значит, что в плохом смысле будет выкручивать. Но, вот, сложно очень им управлять. Он управляет обычно нами. Но я не говорю, что кто-то из весов сам таким не будет. Но, если вы, например, не чувствуете себя вот таким вот полностью контролирующим ситуацию и разруливающим всех все и вся, то, значит, это кто-то. И, очень сложно понять, даже не то, что предугадать этого человека, просто повлиять на него на этой неделе будет сложно. У него свои планы, свои желания, свои какие-то цели, и он хочет, чтобы все было, как вот он это решил организовать, как он это хочет сделать, или она. Так что тут уж, если вы не займете роль этого мага, не сыграете, то вам придется просто подчиняться такому влиянию активному. Ну, два старших аркана, не телезначимые для наших весов. Совет карт. Звезды. Ой, у вас три старших аркана теперь уже, да? Звезды всегда говорят нам, чтобы в душе мы имели надежду, веру, чтобы мы ее не теряли, чтобы мы были оптимистичнее, не знаю как, и верили в дружбу, и верили в лучшее. Звезды всегда это надежда, вера и надежда, которые ведут нас по жизни, чтобы мы строили далеко идущие планы, смотрели в это будущее, не знаю как, и читали аффирмации положительные. Очень важен ваш позитивный настрой. Вы сами тоже должны быть как бы дружелюбны по отношению к людям, ко вселенной. и вот такое дружелюбие источать в мир, иметь в душе веру и думать о своем прекрасном будущем, что бы там ни происходило, если у вас вдруг вам кажется, что сложная неделя, вот эта вера в душе, очень хорошо молиться, медитировать с такой картой. Причем молиться не обязательно совершенно именно в традиционной, если бы что-то был бы верховный жрец, пойти в церковь и так далее. А здесь вот такое, вот знаете, молитва, которая от души идет, из души, всем нашим существом мы когда возносим вот этот позитив наверх, да, то, ну то есть как намерение доброе отправляем, да, мы влияем нашим сознанием на наше будущее. Но влияние должно быть безусловно положительным, дорогие весы. Очень значимая для вас неделя погода. Это все старшие арканы. Я вам желаю удачи. Так, теперь у нас скорпионы на неделе с 24 по 30. Что ждет скорпионов в работе, делах, учебе и в личной жизни, семейных отношениях? Скорпионы с 24 по 30. Работа, дела, бизнес, учеба на этой неделе, страшный суд, личная жизнь, любовь, отношения, замечательная девятка кубков и совет карт. Страшный суд на работе. Бояться надо страшного суда. Как говорят, грешники должны бояться страшного суда. Праведникам бояться нечего. Ну, конечно, я бы шутила, но имеется в виду в каждой шутке доля шутки, потому что здесь у нас в суде действительно идет какая-то, скажем так, разрешение какой-то ситуации, которая была раньше, в прошлом. То есть здесь уже это вот такие вот окончательные вердикты вносятся, решения принимаются, мы расплачиваемся за то, что мы сделали в прошлом. Если мы старались терпели, работали, прощали, стремились, то по суду мы можем получить вот это вознаграждение. Все наши, все наши вот эти усилия, они нам возвращаются и, как правило, даже, ну, как бы умноженные на сколько-то. То есть, может быть, мы уже и не ждали, может быть, мы уже не надеялись, но нам становится легче, что-то Вселенная нам преподносит, двери для нас распахивают и, в общем, не знаю, в общем, нас и награждают и делается наша жизнь легче на этой неделе и так далее. Для тех, кто всякие разные нехорошие дела делал, если у вас ужасная неделя, вот это вот будет, то зачем кого-то там винить? Вы же понимаете, что страшный суд всего-навсего нам возвращает то, что мы, по сути дела, как заслужили. То есть, если, допустим, ну, допустим, я воровала, обманывала, я не ходила на работу, я подводила коллег, а потом вот так вот страшный суд грянул, естественно, меня вызвали на ковер, меня там отчитали, меня там уволили, еще хорошо, если мне позволили по собственному желанию, да, ну, то есть, понятно. Надо, в общем, это осознавать. Обязательно по суду, по страшному, будут какие-то перемены. Если они не внешнего характера, значит, они внутреннего характера, переосмысление своего рабочего процесса, причем это по-крупному. Может быть, для кого-то из скорпионов вы можете открыть в себе новые таланты. Точнее как, Вселенная вам поможет. То есть, могут произойти какие-то ситуации на работе, и, например, ну, никогда вы это не делали, там что-то, не применяли свой этот талант, может быть, даже некоторые из вас и не знали, что у вас это есть. И что-то такое возникает. Вы это делаете и делаете прекрасно. И у вас осознание прекрасное, вот это замечательное, да, что вы, оказывается, вы это прекрасно, вы лучше всех это делаете. Вы даже не знали, что вы это умеете делать. То есть, открытие своих талантов, раскрытие своих возможностей, могут какие-то возможности для вас открыться, может что-то существенно облегчиться на этой неделе. Ну, могут быть разные, просто перетрубаться и в фирме, не обязательно даже вас куда-то перемещать, там руководство, может что-то меняется, какие-то филиалы открываются, закрываются, вот такие могут быть разные изменения. личная жизнь, любовь, девятка кубков, карта удовольствия, карта жизни в своё удовольствие, потому что здесь человек сидит и занимается любимым делом. В данном случае он занимается творчеством, он рисует, отдыхает, и всё у него прекрасно. То есть, на этой неделе у вас будут какие-то удовольствия в личной жизни, то есть, семейные люди будете, не знаю, это может быть, может быть, какие-то посиделки, может быть, какой-то праздник, какие-то радости, и у вас будет очень удовлетворение от вот этого, от этой недели, то, что происходит в любви и личной жизни. Для свободных людей. Насчёт знакомства, здесь, понимаете, просто очень хорошее настроение, купание в каких-то удовольствиях, что-то вы будете себе позволять такое, что вам очень-очень нравится. Может быть, кто-то куда-то пойдёт, может быть, кто-то, кто любит, просто хочет, может быть, сядете на диванчике, возьмёте чипсы, посмотрите классный фильм, ну, то есть, неважно, это вот степень вот этого у всех разная, но карта, естественно, исполнения желаний разных, и больших, и маленьких, и карта удовольствия. Совет карт королевы кубков. Королева кубков, она всегда у нас добрая, чуткая, она, как бы это так сказать-то, пропускает порой какие-то ситуации через сердце, она уступчива достаточно, умеет дружить, да, и умеет любить. Я хочу заметить, что если у вас на этой неделе есть возможности пойти, допустим, на какой-то концерт, или заняться творчеством, или вот я, то, что я сказала, вот эти вот удовольствия, это же может быть творчество именно, искусство, то с королевой кубков вам советуют туда пойти, то есть если у вас есть возможность пойти на концерт, да, или заняться там описанием музыки, кто кому чем, вот занимайтесь этим, потому что, ну, видимо, у вас прямо на этой неделе это замечательно будет получаться, потому что королева кубков именно об этом и говорит. потом она все-таки символизирует какое-то понимание, прощение каких-то вещей и интуицию, то есть интуитивно, вот если это положительные перемены, если у вас происходит какое-то осознание, если перед вами открываются двери, то вы душу должны открыть, вы должны это видеть, вы должны это чувствовать, вы должны это прочувствовать, вот так я сказала, дорогие скорпионы. Неделя выглядит замечательной. Так, стрельцы. Стрельцы на неделе с 24 по 30 в работе, личной жизни и совет стрельцам. Так, работа, дела, учеба, какие-то другие вещи. Здесь карта мир, личная жизнь, любовь, взаимоотношения, король пентаклей и совет нашим стрельцам. И совет нашим стрельцам, солнце. Карта мир в работе может означать для кого-то, допустим, открытие какого-то сайта, вот если вы собрали что-то в интернете, такое запустить, скажем так, да, или активно работать на этой неделе в интернете, что-то публиковать, каким-то сайтом заниматься, завершать работу над каким-то, неважно, интернет-магазином, сайтом, что-то связанное с интернетом, то неделя как раз замечательная. Занимайтесь этим, и у вас даже, вероятно, будет возможность отпраздновать. Удастся закончить эту работу большую, она, может быть, давно делалась. Мир символизирует успех, награду, завершение. Мир вышел прямой, поэтому эта карта очень часто всё-таки гармонии, каких-то благоприятных завершений, каких-то окончаний. Как вот говорят, конец делу венец. Вот он этот мир как раз, когда мы что-то делали, делали, наконец-то мы это доделали, или там мы ждали, наконец-то мы поехали. Наконец-то как-то всё встало на свои места. Вот в первую очередь о чём мир. Ну какой-то глобальный процесс и достаточно длительный всё-таки. Может быть, единственное, кто-то отдыхает. Вот если вы отдыхаете, тогда отдыхайте, наслаждайтесь, потому что здесь у вас этот мир. Может быть, просто вы на отдыхе, в отъезде. Король Пентакли, тут вообще любитель всех пяти звёзд, как говорится, и всего хорошего, красивого, приятного для тела и взора. И совет карт, конечно, отдыхайте, грейтесь на солнышке, балдеете. То есть кому-то, если вы на отдыхе, просто так и говорят, действительно. Но если вы работаете, то неделя должна быть хорошая, что-то завершится, что-то прояснится, встанет на свои места. Любовь, отношения, король Пентакли. Ну, для тех, кто в отношениях, неделя-то неплохая, неделя спокойная, ровная, чуть-чуть как-то суховатенько, в плане эмоций. Но зато всё на своих местах, могут быть какие-то очень, допустим, получения каких-то денег в семье, неважно, вами, вашим партнёрам. Всё на своих местах, вот такое вот ощущение. Всё на своих местах и всё очень спокойно. Для мужчин-стрельцов, кто свободен, здесь может быть король Пентакли. Вы знаете, как живу в своё удовольствие и не сильно парюсь я какими-то, там, не знаю, отношениями на этой неделе. Хочу, я не хочу. Конечно, всё было хорошо и денег хватало. То есть мне, в первую очередь, покой мой важен. Вот о чём думает король Пентакли. Для женщин-стрельцов это может быть мужчина, с которым вы будете взаимодействовать. Как правило, это мужчина постарше. Постарше нас, независимо от нашего возраста. Такой вот, ну, какой-то немножко где-то умненький, хитренький, рациональный, спокойный, последовательный, в общем-то, приземлённый и, я бы сказала, достаточно понятный. Достаточно неплохо, ну, проявляет себя, выражая свои желания, по сути дела. Карта солнца. Смотрите на всё, оптимистично, иногда даже супероптимистично. Будьте открыты, радуйтесь миру, людям, детям своим, у кого есть детки. То есть, наслаждайтесь просто хорошей погодой даже. Вот так могут говорить. Так что, любите, радуйтесь. Замечательная, тоже такая спокойная неделя ровная у стрельцов. А, и по миру, конечно, там, по типу, кто работу ищет. Конечно же, мир, это может быть новое начало, это может, можно найти своё место в мире. Ну, если так это крупно, масштабно выразиться, то есть, найти подходящую для себя работу. Так что, продолжайте искать. И вот это вот ощущение оптимизма по солнцу, по совету не должно вас покидать. Так, теперь у нас козероги. И какая неделя для козерогов на этой неделе в работе, делах, в личной жизни, любви и совет карт. Козероги. Так, работа, дела, учёба, всё, что связано с делами. Король кубков. Король кубков неделя будет очень даже неплохая на работе. Дело в том, что король кубков это часто такой вот человек, ну, для людей искусства это вы, всё-таки, это вы. Человек-служитель какого-то культа, условно, да? Ну, имеется в виду, что, ну, все люди сцены, они слушат, действительно, они слушат людям, они своим творчеством что-то несут в этот мир. так оно и есть. Что касается тех, кто с искусством не связан, на этой неделе вы можете быть таким человеком, который проявляет какую-то заботу о ком-то. Работа для вас не будет в тягость на этой неделе. Будут какие-то моменты, которые, я не знаю, это сам процесс вам доставит удовольствие, или то, что вы кому-то поможете, увидите, что человек так счастлив, ему стало легче, и вас это порадует эмоционально. Я не могу сказать, ну, такое ощущение удовлетворения глубокого внутреннего эмоционального от работы. Также может быть для вас, для некоторых козерогов, какой-то человек, который проявит своё внимание по отношению к вам, что-то вам подскажет, чем-то вам поможет, как-то вас поддержит. В общем, неделю у козерогов на работе выглядит очень даже симпатичной. Так, личная жизнь, любовь, романтика, семейные отношения, что-то здесь как-то у нас немножко, пятёрка кубков. У кого-то это может быть степень этого, помните, что разная, может быть кто-то из близких, ну, родственников или друзей, тем, что напьётся и испортит вам настроение. Вот, вы не ожидали, что человек так наклюкается, как говорится, да, вполне может быть, потому что пятёрка кубков карта, ну, пьянства иногда, просто откровенного. И кто-то может вам этим пьянством испортить, как говорится, недельку. Но, может быть, какое-то разочарование в ком-то, в чём-то, что-то может не получиться так, как вам хотелось бы, какой-то человек может себя проявить не совсем, как вы ожидали, не будем говорить, что разочаровать, понимаете, разочараться можно, когда мы очаровываемся. Если я, например, думаю о человеке очень хорошо, если я надеюсь, что там он придёт с цветами, там обязательно меня потом проводят после свидания, а он пришёл без цветов и сама я попёрлась вечером домой, вот тебе и, пожалуйста, пятёрка кубков. Ну, кто бы мог подумать, а ведь ожидала я другого, то есть, когда мы что-то ждём, а потом оно происходит не совсем так, как мы хотели или вообще не так, тогда, конечно же, мы эту пятёрку получаем. Могут быть какие-то собственные внутренние эмоциональные переживания, страхи, недовольства, учё-то эмоциональные, вот вообще кубки, да, очень эмоциональная неделя у вас, козероги, но если в работе это может вылиться в какую-то пользу для кого-то, вот ваша эта эмоциональность, ваша эта чуткость, ваша душевность, то дома на этой неделе это же ваша эмоциональность, может сыграть, ну, в отношениях с кем-то из друзей или близких сыграть не совсем такую роль, как надо бы. Так, совет, нашим козерогам совет нужен, чтобы, о, надо быть людьми, видите, какими несгибаемыми, сильными, кстати, астрологическое соответствие, козерог, то есть вот эта вот крепость, вот эта неубиваемость внутренняя, понимаете, стойкость, живучесть, вот что необходимо вам на этой неделе, даже где-то, наверное, хитрость и жесткость, пожалуй, но я бы не сказала не столько про хитрость и жесткость, сколько про какую-то стойкость, вот именно живучесть, что ничто, никто не в состоянии меня вывести из себя, ну да, в общем, вам надо крепенькими быть, дорогие козероги, иначе просто вас развезет с этими кубками, совсем, держитесь, вообще козероги люди выносливые, выносливые, долготерпеливые, чтобы козерога вывести из себя, это много надо, но если уже вывели, то держитесь все, вам надо просто как-то вот собраться, понимаете, собраться и выстоять, потому что эмоционально, у вас я так поняла, что суть по карте может немножко плющить, ладно, удачи вам, дорогие козероги, и у нас водолеи, на неделе с 24 по 30, что ждет водолея в работе, в делах, в учебе, в личной жизни, в семейных взаимоотношениях, водолеи, так, работа, дела, с 24 по 30, работа, дела, бизнес, учеба, у кого что, карта император, император у нас очень хорошая карта, потому что это всегда прочность, стабильность, порядок, план, власть, закон, все четко, вообще до нельзя, не хороший император, только для тех, кто допустим сейчас, скажем так, столкнулся с законом и властями, сделал что-то противозаконное, тогда император он давит и призывает к порядку, тогда там все жестко, то есть если на работе, ну, либо вообще водолей столкнулся с законодательной властью, с исполнительной властью, да, и сейчас какие-то там разборки идут, тогда это проблема, если на работе тоже что-то было нарушено, и начальство на вас пристально вот так начало смотреть, то тоже, конечно, надо понимать, что вот это вот может быть как прессинг со стороны властей, ну, стоящих над вами начальство, то есть, а если вы те, кто работают на себя, вообще неделя супер, то есть работайте, делайте, все будет у вас под вашим контролем, все будет на местах, и неделя может быть очень продуктивной, так что я так больше склоняюсь, потому что у нас же не у всех проблемы с властями, да, или с начальством дичайшие, поэтому неделя все-таки устойчивая, стабильная и хорошая. Так, личная жизнь, любовь, то есть это у нас и романтика, и семейные взаимоотношения, то есть это эмоциональная сфера, и личное, ой-ой-ой, ой-ой-ой, а тут у нас жрец, для людей семейных карта замечательная, потому что если вы в браке, в постоянных отношениях, просто вместе живете, и у вас все между вами хорошо, на этой неделе, ну, единственное, что в итоге карты, как бы чуть-чуть бы романтики, каких-то цветочков бы добавить сюда, немножко музыки, немножко свечечек вот хочется, а то как-то все так хорошо, правильно, надежно, упорядочено, все замечательно, но чуть-чуть суховато, вот скажу про романтику честно, вот чуть-чуть не хватает, конечно же, по этому жрецу. Кто-то может быть, я не знаю, может быть, кто-то и замуж выходит по этим картам, тоже не исключено, потому что здесь такое вот прям, наведение порядка, соблюдение каких-то правил, какая-то иерархия, структура четко просматривается у удалев, на этой неделе. Иногда карты говорят вместе, и что-то пытаются описать человек, что-то пытаются сказать, но я говорю здесь, закон, порядок, власть, правила, традиции, какое-то вот именно как положено, с элементами ответственности, с элементами законности, с элементами как должно, вот если вам это о чем-то говорит, то вот надеюсь вам понятно. Для людей свободных, ну дорогие мои, я конечно же, знакомство с кем-то возможно, но по жрецу идут люди в возрасте, существенно старше, то есть может быть кто-то из водолеев познакомится или будет общаться. Мы же всегда все про романтику, я видите, как тоже начинаю вот в ту сторону клониться, все романтики, романтики, потому что все же хотят вот этой любви, и я начинаю уже высасывать из пальца порой там, где уже может и не надо, когда же перестану это делать-то. Жрец. Сто процентов практически у всех водолеев будет общение интересное с каким-то человеком. Человек умный, человек в чем-то опытный, понимающий, разбирающийся, очень интересный. Если речь о романтическом знакомстве, то это человек старше, но мужчины с женщинами старше реже знакомятся, хотя тоже человек может общаться, может быть очень интересный человек, почему бы не пообщаться. А для женщин, это может быть взрослый мужчина, взрослый даже сильно взрослый, сильно старше. Но не исключено, что он не настолько старше, просто он занимает какую-то должность, он при должности, он статусный какой-то, сильно. То есть для кого-то это вот так, может быть общение с таким человеком, ну как бы важным что ли, да? Вот. Ну, неделя неплохая, выглядит у Водолеев неплохо. Выглядит плохо только для тех, сразу скажу, вот с этими прямыми картами, кто действительно что-то натворил не то и каким-то образом нарушил закон, нарушил порядок, нарушил сильно традиции какие-то, да? Причем вплоть до того, что я говорю, что даже законодательно это, ну, ну, либо совсем, короче, преступление совершил, либо это там все нарушено, и закон, и какие-то моральные попранные нормы. В общем, вот здесь вот, конечно, да, может быть напряженно для тех людей. А для тех, кто, ну, в меру закона послушная, то неделя как раз, наоборот, очень уверенная, четкая, ровная и стабильная. Так, совет Водолеям, чтобы все эти энергии использовать грамотно. Надо быть на этой неделе понаблюдательней, надо быть повнимательней, поинтуитивней, присматриваться. И где-то, наверное, по Верховной Жрице даже не выпячиваться. Все действия должны предприниматься в правильный момент. То есть вы должны этот момент выждать. Иногда, знаете, как хочется, ух, допустим, там, побежать, или еще что-нибудь такое, не совсем в кассу. Какие-то вещи, может быть, есть смысл не раскрывать. Если у вас какая-то важная неделя, ответственность, какие-то планы, крупномасштабные вообще по жизни, они могут быть, покуда здесь все старшие арканы, тоже, кстати, у весов были все старшие арканы. Если вы весы Водолей, то у вас 100% важнючая неделя вообще просто прям... Папесса. Скрытная. Не все говорит. Свои секреты не выдает. Чужие тоже не выдает. Умеет хранить тайны. Умеет видеть скрытое. Это я вам совет интерпретирую. Потому что что вам... Что-то, может быть, надо к чему-то присмотреться, прочувствовать, правильно оценить. Но это нельзя оценить, так набегу, знаете, я такой умный, я все знаю, сейчас тут вот так мельком глянула или глянула, и все. Нет, тут, видите, как, надо быть повнимательнее. Вот эта наблюдательность и умение не спешить, не выскакивать раньше времени, а зато в правильный момент, когда уже вы поняли, что ага, и вы выходите, и тогда вы уже там король. Понимаете? Вот так что-то такое. В общем, важная неделя у водолеев, конечно. Да, если у вас что-то важное, не болтайте языком. Так бы я сказала, дорогие водолеи. Может быть, с чем-то торопиться не надо. с какими-то вещами. Присмотреться к кому-то, прислушаться. Если вы общаетесь с кем-то очень важным на этой неделе, вам надо тогда прислушаться к мнению этого человека, намотать на ус, я бы так сказала. Даже если был очень умный человек, просто вот тот жрец, он может быть прекрасным советчиком, человеком глубоким, человеком знающим. И очень хорошо, если вы прислушаетесь, и правда присмотритесь, подумаете, усвоите эту информацию. Вот так, наверное. Так, я вам желаю удачи, водолеи. И мы идем к рыбкам. На неделе с 24 по 30. Уры. Деловая сфера работа, дела, бизнес, учеба и все, чем человек занимается по жизни. Неделя. Немножко напряженная, придется подналечь на весла. Видите, как они грибут. Но это правда, это карта старания, это карта такого дополнительных каких-то усилий. Давайте мы сейчас вот еще немножко подналежем. Мы уже почти, почти доделали то, что надо. В традиционной, конечно, колоде пятерка жезлов у нас и конкуренция, и какие-то споры, противоречия, конфликты. Если вы спортсмен, то неделя очень активная. Может быть, вы будете участвовать в соревнованиях, вам придется вот так вот напрягаться, вам придется соревноваться и пытаться победить в этой конкурентной борьбе, естественно. Напряженная неделя. Конечно, по пятерке жезлов расслабиться в любом случае не удастся. Даже если у вас никаких не возникает разночтений с коллегами или с начальством, никаких вообще проблем как таковых в плане трудностей и проблем, но сам рабочий процесс может быть очень напряженным тогда. Но могут быть разные нестыковки, надо к этому морально быть готовыми. Ну, что вы знаете, вот в тот момент, когда должны подвести что-то, потому что вам это надо вот для этого проекта, а они там где-то что-то затягиваются, то есть вот такие вот чуть-чуть неразбериха, чуть-чуть процесс может быть так вот не совсем хорошо организован в какие-то моменты, то один листик принесли, то другой нет, мы принесли сразу комплект нормально, да, вот это вот листочками, кусочками как-то может вот так быть. Ну, в общем, это не страшно ничем. Личная жизнь, любовь, взаимоотношения, семейные отношения с кем-то из друзей и близких. Ну, у рыбок здесь, конечно же, какой-то подъем по тузу жезлов, вот потому что это вспышка, да, конечно же, вспыхнуть кто как может, это хороший вопрос. Можно вспыхнуть негативно, можно вспыхнуть наоборот в плане «А давай мы с тобой сделаем то-то, да, и побежали, и давай вместе делать». И, в общем, такое настроение, хорошее вдохновение может посетить, желание что-то начать на этой неделе делать, спортом вместе заниматься, как угодно. В общем, любые, вообще карты очень активные, потому что жезлы, они все у нас энергичные, все огненные, все деятельные, все творческие. Так что неделя вот такая, я бы сказала, задорная, активная и неделя подъема. Несмотря ни на какие трудности, по идее, вы должны справиться. Туз жезлов для мужчин, скажем так, без подробностей, хорошая неделя может быть, интересная, все вас устроит, и у вас подъем, и настроение, и все такое. Для женщин тоже. Здесь может быть возможность начать что-то делать, если вы в отношениях, в этих отношениях. Настроение может быть хорошее, подъем, вдохновение какое-то. Для тех, кто свободен, может быть новое знакомство. И возможность, ну, продолжать. Ну, захотите вы это, не захотите, это же дело хозяйское. Но вот эта встреча может состояться. Причем она может быть достаточно внезапной. Хочу заметить, жезлы, они все-таки быстренькие, понимаете ли. Так, совет рыбкам, как со всеми делами справиться. Шестерка кубков. Ну, вот видите, я больше даже по этой пятерке жезлов. Такая напряженная неделя на работе, и, ну, назовем так, борьба, такие старания, такие усилия. Вам необходим отдых. Вам надо, когда у вас есть возможность, отключаться, отключаться от разного шума, от пыли. Но у вас тут и в личной жизни тоже, опять-таки, какие-то дела. И опять хочется сделать, надо сделать, а давай сделаем по этому. Но отдыхать все равно надо. Потому что шестерка кубков, конкретно вот здесь, мы видим, сидит гончар. Представляете, да, как вот этот круг все время все жужжит, шумит постоянно то тоже то есть постоянно тот шум он ушки закрыл и тишина и как хорошо то то есть получается что вам надо просто будет отключаться отдыхать где-то вот если вы вот здесь спорите какие-то у вас разногласия с кем-то по шестерке кубков вам тоже вам рыбки надо тоже быть помягче и иногда вот знаете можно конечно спорить дома помрачения можно там и да подраться даже а смысл иногда даже вот когда мы ну как не то чтобы мы уступаем мы смягчаемся и пробуем как это посмотреть что ли глазами вот этого противоположной стороны и может даже поменять свое мнение иногда это не так уж и плохо я бы сказала но отдыхать обязательно надо на этой неделе любая возможность где вы можете просто расслабиться просто ничего не делать пойти на прогулку или посидеть хоть полчасика в кафе или даже вообще куда-то пойти где вот тишина если у вас здесь постоянно какое-то постоянно активность все кипит 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 то вот так вот уединиться любимую книжку почитать не знаю музыку послушать который вам нравится расслабиться успокоиться вам совсем не повредит потому что когда все так активно то отдых конечно нужен человечку так что так дорогие рыбки и все остальные кто досмотрел ненароком до конца это видео я вам желаю удачи замечательной недели успехов преодолеть все радости пока